Отличники, отличницы не создали прорывов. А как родители увидеть настоящий талант ребёнка? Ничего не передать детям из того, что нет в тебе. А как ты считаешь, что домашнее задание? Это потерянные годы жизни. Так и знал. Но если ты не сделаешь, ты потеряешь две ребёнка. Ты так нарисовал, уже хочется в эту школу. Подкаст «Немыслимое» с Артуром Сета. Привет. 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 Как радостно тебя видеть сегодня. Почему-то сегодня даже какая-то... Потому что я в жёлтом. Да? Это так влияет? Ну, в данном случае нет, но... Вообще влияют. Вот, кстати, да, цвет одежды влияет, а в школе обязательно. Светлый верх, тёмный низ. А стены зеленоватые? Стены зеленоватые? Ну, чаще всего в школах какие-то такие стены. А ты помнишь, какие были? Да. Какие? Как в тюрьме. Да. Да, серые, с решётками. Правда? Ну, нет, так воспринималось. Да, я сейчас, когда готовилась к эфиру, вспоминала о школе и заметила, что у меня автоматически такая... Ну, ты поэтому всё равно, да? Ассоциация, да, да, такая ассоциация, как с какой-то, так, скованной одной цепью. И я, читая твиттер, чаще всего встречаю сообщения в 31 августа от взрослых людей, и они звучат так. О том, что, слава богу, мне больше не нужно в школу. И значит, так воспринимается она, что у людей до сих пор есть такое ощущение, что, слава богу, туда не нужно идти. Почему? Да, потому что люди глупые. Я бы сейчас походил в школу. Правда? Да, конечно. Даже в ту, которая была? Любое. Вообще в любое. Сейчас я сориентируюсь мгновенно и адаптируюсь мгновенно, потому что я знаю, что мне там нужно. Я знаю, что мне нужно в школе. Вот сейчас, если я пойду. А что бы тебе было нужно? Знания. Знания любые. То есть, если бы дети понимали, зачем им туда нужно ходить, то не было бы такого ощущения, и не было бы в жизни потом такого воспоминания о ней, что это неприятное место. Это не совсем так. Это только для тебя? Ну, не всегда так. Давайте посмотрим, какие вопросы есть у зрителей и слушателей. У зрителей есть вопросы. Интересный вопрос, влияет ли карма на детей. То есть, до скольких лет у ребенка появится карма? Я не знаю, как это связано с образованием, но, может быть, здесь тоже что-то скажет. Но ребенок – это часть твоей жизни. И, естественно, что твоя жизнь влияет на ребенка. Ну, твоя. А до скольки? До 18 лет? Обоих родителей. До 18 лет? Да, нет, ну почему? Как бы, пока вы во взаимодействии находитесь. Да, то есть, вот вообще практически нескончаемо. Ну, иногда дети обрабатывают связи с родителями. Вот, тогда это проблема детей. И родителей тоже. Потому что родители переживают об этом, наверное. Скучают дети. Какое-то время не скучают, но чувствуют себя, наверное, менее защищенными и менее осознающими цели своих действий. Ну, то есть, вроде как, понятно, что нужно, вот это сделать в жизни или это. Как будто смысл какой-то пропадает, когда с родителями расходятся дети. А как это влияет именно на ощущение целей? Почему родители влияют на это? Ну, ты привыкаешь жить в тени родителей и ориентироваться на их ценности, и идти к их целям, в общем-то, всю свою жизнь. Поэтому, если ты уходишь от родителей, ты теряешь эти цели, эти ценности, и живешь иначе. Но при этом своих целей у ребенка еще нет. То есть, получается, родители ему их не передали? Ну, да, как бы цели не передают. Вот, цели перенимаются, ну, то есть, я могу перенять цель своих родителей автоматически, и ценности их тоже. И тогда, ну, как бы я начинаю двигаться автоматически в ценностях своих родителей. Ну, то есть, мой взгляд — это полностью взгляд моих родителей. Я комбинирую по-своему это все, но это взгляд моих родителей. Ну, как ребенка, это сто процентов так. Получается, чтобы родитель лучше, как бы, передал, потому что, если это не передача, а перенимание, значит, у родителя, у самого эта ценность должна быть очень сильно, как бы, вот, в нем вписана, в него. Ну, да, ничего не передать детям из того, что нет в тебе. Если ты сам этим не живешь, то твои дети не будут жить этим же. То есть, если ты живешь, там, здоровьем и действительно ценишь здоровье, если ты живешь отношениями, если ты живешь семьей, если ты живешь работой, то твои дети точно так же будут жить. Если ты, как бы, не любишь работу или не любишь семью, но говоришь, что надо любить, если ты не любишь свою маму или своего папу, но детям говоришь, что они должны любить тебя, то этого не будет. они относятся к тебе ровно так же как ты относишься к своим родителям они копируют только от тебя того какой-то на самом деле да ты даже сверху накладываешь думаешь я такой они чаще вы даже не не удосуживаетесь сверху что-то сделать вы просто дети видят ваши отношения и это транслируется на все например дисциплина все что воду касаемо всего абсолютно без каких-либо исключений вкусы жизненные интересы поведенческие привычки все ребенок потом чуть-чуть что-то поправляет но это просто потому что есть разница в возрасте 15-летний человек не может там или 13 лет не вести себя как 40 лет не может есть никакие дети даже сейчас раньше показывали но я знаю которые в семь лет уже так рассуждают как будто пятидесятилетнего что не с дедушками много сидят и мальчики такие все там галстучек и вот он так разве даже так есть а кого ребенок копирует маму или папу если они разные например один дисциплинированный того кто круче но того кто того у кого статус в семье выше авторитетнее дает для ребенка а как стать для ребенка таким авторитетом для себя быть такого нужно ты должен для себя быть авторитетом тогда для детей больше авторитет то есть если ребенок тебя не уважает и не слушает тебя это означает что ты сам к себе так относишься то есть ты внутри человека всегда все разделено на две половины одна половина это сознание это разум а другая половина это чувство эмоции тела вот и тело она по инерции тянет тебя вниз ну вот к материи поесть полежать поспать удовольствие получить получить эмоциональный заряд физически какой-то кайф получить эмоциональный вот все что нужно телу другая твоя половина это разум частью проявленного разума является дисциплина или там сила воли или еще что-то целеустремленность такие качества трудолюбие внимательность вот эта половина она управляет второй вторая рвется к своим удовольствием вот твой разум он как бы пытается направить твое тело и эмоции туда куда можно если удается то у тебя все удается в жизни все что ты хочешь если не удается фактически остается надеяться на везение но его не будет то есть ты не сможешь воспользоваться но это как подарить машину человеку которого нет прав и он не умеет ездить можно подарить смысл какой он разобьет и скоро очень то есть нужна дисциплина чтобы научиться ездить управляться с этим эксплуатировать дальнейшем вот психологи сейчас часто говорят что детей ругать вообще нельзя и нельзя никак на них давить нельзя нет ничего им запрещать но я часто слышу вопрос от родителей как же тогда прививать дисциплину и как как же тогда вырастить не расхлябанного ребенка я пока не могу сказать лет через десять скажу если получится только если получится но ты считаешь то есть сам процесс воспитания это и есть главная задача научить подчинять свое как бы вот инерционное движение тела да я говорю о том как устроен родитель и если в тебе твоя разумная часть одержала верх тогда в детях будет тоже самое а если же ты живешь эмоциями то в ребенке ты будешь видеть что эмоции в нем побеждают но вот когда дети например со мной находятся они ты замечала все абсолютно разумно и не капризны до причем я их никогда ничего не учу и ничего не запрещаю когда они со мной но если они там с мамой это они становятся такие как обычные дети но это тогда вообще меняет весь подход я не взаимодействуя ничего не запрещают ведь я просто говорю как сейчас как то есть это не может быть результатом результат это вот когда дети у тебя выросли и реализовались ты можешь сказать вот да вот это наверное правильно наверное вот это неправильно что не можешь все делать правильно ты можешь просто потом понять что было правильно нет людей которые не совершают ошибки получается есть фраза познай себя познаешь мир а здесь вот я себя до воспитаешь детей на наверно да но я пока верю в это я не говорю я не могу сказать то есть я на себе испытал да вот своей семье ну могу сказать как это работает видел на других как там детям которым все позволяли они ничего не добились жизнь талантливые были были таланты на были таланты но на этом все у них не хватило дисциплины и целеустремленности просто что-то получалось вот мой друг наверное помните такой был фильм стартрек первая часть там главной роли там этот мальчик который родился у тора который родился сын и потом он там угнал машину отчима потом подрался в баре потом еще что-то и принимал эмоциональное решение когда стал капитаном корабля он везде принимал эмоциональное решение вот таким был но я при примерно это путь вот такой описан то есть я шел таким путем жил но родители ко мне но мне привали дисциплину то есть вся семья у нас была дисциплинирована вся вообще все кроме меня то есть и ну и еще моего дяди в какой-то момент помнил понял что у меня получилось бы результатов намного больше чем я добиваюсь потому что я не умел играть в долгую я как бы не умел как-то сказать продлять результат то есть сейчас я добился успеха да например в чем-то и это успех пятиминутный 15 минутный а дальше чтобы это в долгу играла нужно дисциплина а у меня ее не было то есть то что я смекнул как бы на смекалки да на какой-то там прозрение какие-то я это делал и и опережал своих сверстников всегда и в классе везде это было заметно я сам это понимал тебя другой тип мышления другой тип мышления я видел шансы везде но я ничего с этим особо не делал или делал но потом бросал потому что не хватало дисциплина доводить это до конца и тебя усиленно прививалась дисциплина на как ты воспринимал вот когда тебя так насаждали без вариантов даже как дома неизбежное что-то или как то есть ну по сути она была неизбежным я наверно понял рано что она неизбежно и принял то есть ты ее в итоге принял ты не стала с ней как-то бороться противиться сопротивляться ты ее в итоге принял ну да да принял осветление ножка очки дал чтобы а как вот рим как будучи ребенком ты увидел плюсы в этом да какие-то или или это просто согласие вот например дети сейчас им прививается такая на что как бы им указать то есть например если ты будешь вот дисциплинирована в этом у тебя будет результат например лучше ребенок не видит вот как вот этой перспективы все он же маленький еще у него ум больше сейчас находится нет нет детям очень рано начинают понимать во время но вот я думаю что полтора-два года и ребенок уже понимает что такое время то есть что такое потом что такое завтра вот например я занимаюсь чем-то я говорю я сейчас работаю давай через 10 минут поигра ну там папа давай играть играть через 10 минут поиграем или я еще съем салат давай через 15 минут и примерно 10-15 минут и ребенок подходит ко мне папа вставай до этого времени не мешает но если ты не сделаешь то ты потеряешь две ребенка то есть вот у нас еще вроде как были планы после салата например там смотреть кино но ко мне подошел ребенок говорит папа вставай пошли играть и я не могу сказать потому что я сказал сначала я поем а потом поговорим но я понял что поговорим здесь неуместно ну то есть настрой играть и да все я выключил фильм самом начале то есть самое главное чтобы ребенок не терял к тебе уважение это никогда не обманывать ну как вот но если ты не хочешь быть обманут нельзя обманут то есть если ты врешь ребенку он будет тебе врать тоже потом или даже не стежи всем он всегда будет необязательно мне кажется это так у нас вложено у меня мама опоздала всю жизнь правда всегда я пока вот работал как бы старался не опоздать ну когда бизнесом занимался более обязательно был но ты же просветленный на тебя не влияют никакие паттерны твоих родителей все равно не знаю я просто не отрицаю ничего из того что было или чем чем я вскормлен я не нахожу в этом ничего может людям не неудобно что я задержался там на 40 минут или на сколько-то ну неудобно значение это не самолет не операцию можно побеседовать и на 40 минут попозже сегодня выходной день не так уж это и важно мне кажется все так ждали этот эфир и замечательно я надеюсь что ждали надеюсь не зря ты сказал что ты принял дисциплину а что делать когда у ребенка особенно в подростковом возрасте начинается такой подростковый протест и он протестует против всего что связь не смогу сказать но не смогу я не мы не знаю как со стороны родителей со стороны наверное общей такой общего понимания это неизбежно и он должен быть протест и его нужно поддерживать вот смотри сегодня ирина написала в чате я что сказал ты не право нет нет ты сказал что просто сейчас не время бунтовать как бы когда придет время ее поддерживать но ты самый разумный и мудрый родитель всех нас потому что к тебе конечно и в добро и вообще все мне кажется относятся в том числе как к отцу не только как к мастеру и ты даешь какие-то мудрые примеры в компании людей как как ты реагируешь на какие-то разные там проявления люди по себе просто видят перемены которые с ними происходят реально если этих перемен не было бы то не было бы к тебе доверия ты должен отвечать за свои слова но к вы действует так как ты говоришь если ты не можешь действовать объясни почему открыто объясни почему не может действовать ну или предложи вариант вот например на днях кто же так ребенок ко мне подошел через 10 минут там или через 15 и я говорю хочешь посидеть со мной посмотреть да ну все то есть на этом закончилась мне не пришлось куда-то идти там да вот играть с ребенком то есть ребенок сел у меня на коленках смотрят кино со мной и интересно в основном да и просто интересно с нами быть вот я тут иногда просто включаю мультик какой-нибудь мы смотрим мультик вот недавно тот как раз мультик посмотрели на днях какой же типа дома угли советский на советский малом не как тебя ей понравился мне тоже ну я как бы выяснилось что я помню его и даже диалоги все помню так прикольно то есть получается огромное время прошло но ты помнишь все диалоги то есть когда ты ребенок ты так чисто все смотришь что она записывает я знаю кто куда сейчас пойдет куда они придут что он скажет этой змее что змея ему ответить с какой интонация на будет с ним говорить там кобра которая охраняла белый клык вот этот но ты запоминаешь и вопросы которые тебе задали 10 лет назад точно точно как и что человек сказал а какой тебе персонаж больше всего нравится в маугли да они же селит старе или пусть я нравится балу нравится медведь к нравится в нашем утики мне нравится вообще все без исключений наверно все все настоящие все такие люди как и как они есть понимаешь вот не люди когда они притворяются как есть у каждого свой талант у каждого свои слабости они не скрывают это это такие типажи людей в этом мультике разные типажи типажи людей конечно но при этом они не положительные отрицательные ну-ка не могут как и положительно так и отрицательно мудрый к который дает советы там маугли он там ест пачками обезьян его боятся животные обычно просто маугли подружился с ним ну потому что разглядел в нем мудрости восхищался и все поэтому он тоже подружился с ним вполне такие ситуации очень много я дружил тоже с людьми которые такие же я липачка не веган и то есть я же они возле какой-нибудь список не знаю рекомендованных просветленным фильмов и мультиков для детей которые ты бы рекомендовал смотреть не знаю вот я порекомендовал полицейский из детского сада шварценеггера потому что история очень хорошая и довольно настоящая ну то есть просто наверно так в полтора часа уложена на очень хорошие истории правдивая достаточно и добрая поучительная но у него трансформировала жизнь он стал из полицейского который был несчастлив он стал счастливым детсадовским преподавателем и появилась семья там какие качества должны быть в человеке чтобы он воспитывал счастливых детей доброта это единственное качество которое требуется доброта он может не быть великим математиком и литератором или вообще киперсу добром человеком должен добром наверное все таки больше экстравертом потому что это дети если не идет речь о литературе или музыке туда хотят тоже как бы экстравертом лучше есть хотите я расширю свое представление но эти концепции не помогут родителям просто в моем понимании классы должны быть человек наверно 10-15 и два преподавателя как раз должны быть различные интроверт экстраверт можно подбирать это в начальной школе во всех и преподаватель один работает у доски а другой работает в зале с учениками в классе уроки два преподавателя на каждом на каждом уроке то есть он подсаживается к ну и подсаживается и решает там что-то с ними или объясняет каждому на месте ученики сидят по одному не по двое по одному да например там три ряда и они по одному а почему самостоятельные будут чтобы не спи не полагаться на просто чтобы самостоятельно научился человек работать своей жизни потому что ты в своей жизни будешь самостоятельным с кем-то но самостоятельно во второй учитель в классе работают и с дисциплиной как бы он ее собой эту дисциплину создает хотя среди учеников подсаживаясь кому-то подсказывая ведь самое главное на уроках чего у нас нет это не выучить урок а понять если во время объяснения урока их будет два человека объяснять тому кто не понял например кто-то не понял и учитель 2 желательно чтобы убаю обоих было образование психолога детского это прямо очень важно детская психология есть при обучении я знаю ты училась на преподаватель вот но желательно чтобы у них был какой-то еще вот такой углубленный курс изучения детской психики да и вообще и желательно чтобы преподаватели проходили вот как это практика была год первый например то есть взрослый преподаватель например не практика во время университета во время работы ты приходишь и ты не можешь быть главным преподавателем ты можешь быть только вторым в классе ты второй ты просто ходишь помогаешь смотришь ты входишь в эту суть тебе нужно понять это тебе нужно объяснять им на месте подсказывать нарисовать вместе с ними этот график там объяснить вот смотри здесь эта . как она у нас получилось вот здесь мы ее вычислили вот она вот здесь находится и все давай еще раз объяснила же перед глазами но если ты он теперь еще раз только самостоятельно это сделает не вместе с тобой ты посмотришь и то есть и а в это время преподаватель там объясняет что-то еще второй раз прорешивать третий раз прорешивать и тогда все поймут и когда убедились что все действительно поняли тот к 2 он ходит и смотрит что все поняли все выполнили задачу если не выполнил он сидит с ним не каждый ребенок поднимет руку и скажет я не понял нужно просто работать с этим чтобы не доставлять детям дискомфорт вот и все примерно так это должно быть ну и как бы можно делать групповые работы например ну там на литературе например вообще там или на каких-то таких языках на иностранном языке вообще не нужна доска фактически то есть все идет общение с детьми поэтому дети могут сидеть как-то кругом вот на подушках на каких-нибудь на мешках таких наполненных наш мешки лики проваливаешься все гуманитарные предметы плюс-минус можно так историю можно так проходить лежа вот в этих мешках там географию тоже больше видео материалом должно быть очень много видео материал нужно быть мультиплицированных как они но рисованных очень много материалов должно быть а почему именно рисованных визуально мы легче всего воспринимаем информацию то есть если мы смотрим не могли а мультик про то что там нам надо знать даже если это будет по математике мы легче поймем веселый персонаж всеми любимый бегает там и решают на примерах каких-то жизненных уравнений всегда можно посмотреть и понять дома в классе то не обязательно смотреть дома пришел пересмотрел чтобы понять как домашнее задание только видим а как считаешь что домашнее задание нужно дети вот например некоторых странах мне нужно домашнее задание а зачем тогда его сделали почему она масса причин первая самая важная причина продлить твое обучение по часам важен к работе готовят к 8 часовому рабочему дню по закону вы не можете находиться в школе дольше а вот дома вы еще два-три часа посидите за уроками не вот вы приучаетесь 8 часов работать я прочитала что в корее даже 15 часов в день идет обучение детей просто делают рабочими людьми офисными работниками не знаю там в аппарат в какой-то чиновниками будущем еще кем-то поэтому и посадка такая ты не можешь даже на предметах где этого не требуется сидеть раз обязательно у тебя есть свое место и она определяется и ты сидишь только на нем это для рабочей дисциплины тебя будет рабочее место за которым ты будешь целый день сидеть или стоять или еще что тебя приучают как не думайте не сомневайтесь не думайте что я что-то от себя понимаю я точно это знаю это привитие дисциплины нашей школы она не нужна в таком виде в каком она существует это потерянных годы жизни а что тогда делать детям переходите на домашнее обучение и домашнее обучение очень сложный быть дисциплинированно еще сложнее нужны какой форму обучения будет домашняя или очная формы обучения не суть важно посещаете вы школу или не посещаете важно только одно ребенок должен понимать для чего он делает то что он делает он должен четко понимать для чего это как это связано с его жизнью вот угрожать ему не надо и мотивировать его не надо нужно просто объяснять когда дети понимают в чем кайф они научатся как объяснить в чем кайф честно должно быть достаточно ума если у тебя будет недостаточно ума объяснить ребенку он тебя не слышит ребенок твой будет двоечником условно да и у него будет низкая карьера то есть низкий полет будет вот отсев идет дети неразвитых родителей не способных объяснить ничего не добиваются в жизни это как бы как эволюционный отбор так родители смогли объяснить для чего ребенку учиться хватило ума объяснить он учится лучше да с большей там страстью но и больше потом добиваются в жизни опять-таки а если родители например осознали что то есть чем они занимались всю жизнь им не нравится и у них начинается какой-то поиск и они себя не очень понимают откуда что им нравится вот приходят к тебе смотрят видео и они сами не понимают что им нравится родители как как тогда ребенок не могу изучать ну как бы ну мне не нравятся люди которым нет которые не знают что им нравится мне все равно до жизни таких людей понимаете да ну то есть если я хочу играть в футбол меня интересуют только бутсы и одежда которая подходит для футбол лыжи меня не интересует там что-то еще подобное там не знаю шорты велосипедки меня не интересуют то есть также здесь меня интересуют только те люди которые у которых хорошо работает голова и развитый интеллект который саморазвитием занимаются несмотря на возраст или занятость читают изучают развиваются медитируют эти люди меня интересуют те кто живут просто чтобы поглазеть и поесть что-то этим людям и мне нечего ответить вообще когда взрослые узнает осознанности сам меняется как меняется его отношения с ребенком и каким становится этот осознанный родитель но осознанные родители просто не делают глупых вещей они не пытаются от детей добиваться чего-то чего невозможно добиться теми путями которые мы обычно выбираем давить на себя и давить на детей на себя нельзя давить ты должен просто хорошо понимать что ты хочешь и поэтому ты хорошо это делаешь если ты хорошо понимаешь что ты этого хочешь если ты не понимаешь чего ты хочешь но у тебя как бы будет полное непонимание как жить и как добиваться того что ты ну как бы амбициозно для себя запросила жизнь на там хочу вот это вот ну понимаете да то есть человек говорит я хочу жить классно но не знаю что мне делать я не понимаю что мне делать не понимаю как мне прийти к этому эти люди ничего в жизни не добьются и не смогут получать даже удовольствие эти люди не умеют получить это место когда ты ходишь гуляешь там по столице мира да там и есть такие пешеходные улицы и ты можешь видеть кто сидит в этих дорогих ресторанчиках как выглядят эти люди которые пьют дорогое вино эта бутылка вина стоит как зарплата человека за год и ты видишь как эти люди ведут себя это другие люди пусть они пьют вино да там можно сказать там воздействует на сознание но ты посмотри на них один взгляд на этих людей вызывает восхищение на то как они ведут себя на то как они общаются они никогда не повышают голос то есть воспитание такие люди передают своим детям правильные привычки и у детей все получается когда дети растут зажатыми когда они когда родитель например довольно властный или успешный или ну дано скажем просто успешный у них все родители случается может быть и моя как ребенку не вырасти подавленным зажатым и и и тем кто хочет постоянно вот достичь этой планки родителей и никак не получается это сделать надо достичь чужие достичь что надо достичь я чего протестовать работать над собой достичь надо переплюнуть родители это важно это важно превзойти родители важно не надо говорить что мы рождаемся чтобы творить ну твори и в своем творчестве при превзойти родителей не надо думать что родители не правы там ты желает что-то от тебя глупо так думать если родители хотят чтобы у тебя что-то вышло они молодцы вы просто хотите инфантильно жить как бы такие типы я не обязан достигать успехов только потому что это для тебя важно в обезглазанному как не обязан то есть обязан а как родители увидеть настоящий талант ребенка и помочь еще его раскрыть ну вот я говорю это нужно разумность вот как не знаю там нужно время разумность нужно наверное в себе разобраться ты не можешь разобраться в ребенке прежде чем себе разберешься прояви свои таланты выяви свои таланты развивает то что тебе нравится делать если ты серый бесталантный человек то но твои дети будут такие же если они не бросят тебя вовремя я вот слышала такую от родителей некоторых от девушек я не хочу чтобы мой ребенок был гением вот раньше было модно хочу чтобы ребенок был гением а я не хочу хочу чтобы он вот выучился какую-то профессию которая стабильно принесет ему какой-то доход и этот вот уровень как бы успеха он не будет снижаться и родитель будет спокоен и он не нужен гений который будет искать чем ему заниматься искать как себя в этом реализовать вот как ты бы ответил я бы ответил что все любят вкусную еду все любят интересные фильмы все любят красивые мощные машины а их создают гений как хотите и пользуются ими люди у которых все таки больше таланта чем у среднего человека можно конечно ездить на hyundai но все хотят ездить на бентли так что от вас зависит как ваши дети будут жить какая доска у них для серфинга будет и как какой какой уровень жизни какой образ жизни и насколько будет интересно гений живут невероятно интересно потому что у них мозг мыслит по-особому в любой ситуации и это кайф сам по себе видеть как твой мозг работает тебе даже зрителя для этого не нужно которые отметят что ты генерал музыка которая звучит у тебя внутри но это родители должны помочь гению раскрыться или он раскрыться не знаю или и другой другой и помогать и не мешать это как мяч который ты ведешь скажем ты как бы ты пинаешь его вперед и не даешь ему катиться вправо и влево но ты не пинаешь его слишком сильно иначе потеряешь мяч то есть ровно настолько чтобы он все время впереди тебя был дети должны немножко опережать тебя во всем нужно помогать им опережать тебя все на ты стык даешь себя опередить и немножко корректируешь не заешим отклоняться не даешь им хулиганить не даешь им когда хулиганят не наказываешь их ты поддерживаешь эту риторику что детей не не нужно наказывать ничего не поддержу я не знаю я считаю что каждый сам должен разобраться у меня недостаточно опыта жизненного чтобы что-то поддержать в отношении детей а вот хобби ты сказал серфинг сказал серфинг например есть родители которые говорят на что он сейчас вот этим позанимается и бросит я сам выберу чем ему заниматься и выпусть вот это делать или наоборот кучу кучу кружков там до пяти лет ребенок уже три языка учит вот как ты неплохо но я не знаю как я считаю нету правильного и неправильного поймите есть то что вы можете и то как это у вас получается и все нет правил вот есть люди которых я знаю там были отличниками в школе вот я знаю этих людей ну и чего-то добились средних результатов кто-то стал неплохим врачом кто-то в администрации кем-то чиновником работают кто-то в институте каким-то руководителем да там ну это невысокие результаты с их головой можно было огромное достижение а не какой-то середнячками такими стать кто-то управляет империи отца который там отец создал но опять как бы насколько успешно не известно потому что отец то очень быстро рос а в империи как бы под руководством этой девушки ничего не слышно а за это время можно было выйти на на всероссийский уровень то есть понятно да отличники отличницы не стали не не создали прорывов то в том чем они занимаются они остались просто хорошими есть там решателем и там еще что-то говорят на детях гениев природа отдыхает нет не отдыхает пришел вообще никогда не отдыхать это такого нет ну что вы видели чтобы вот там не знаю в природе такое что-то было у кошки родились некрасивые котята или глупые котята или у лошади видно чемпиона скакуна родился не чемпион всегда чемпион рождается почему покупают чемпионов скакунов там за 3 за 5 миллионов долларов потому что родится точно такой же скакун который будет такие же рекорды показывать и это уже не одно столетие люди знают и на этом зарабатывают огромные деньги ничего такого как вы говорите нет другое дело когда на миф получается это миф просто но другое дело когда человек из всех сил пытаются повторить вот как райкин например он просто не знаю другой ему нужно было другое амплуа не нужно было делать то что то как он делал за отцом отец неповторимый гений своего времени вот он попытался по-другому это к этому прийти хотя мог делать то же самое просто с папой работать и повторять его сначала а потом могло получиться но дети часто протестуют сами ничего себя не представляю нужно добиться тогда параллельно уйти в другой театр там стать кем-то с такой же фамилией с такой же фамилией зачем мешает фамилии он только помогает чему как бы это никогда не проблема проблема лишь в том уверен ты в себя или нет сын шварценеггера вот ничего пока не добился его папа в это время уже добился нос ну как бы у него нет стимула добиваться он сын миллиардера зачем у него и так все есть по порвался туда из-за статуса сын уже родился в этом статусе а у папы нет других ценностей понимаете шварценеггер не может сказать понимаешь нужно добиться своего положения чтобы ты мог создать что-то чтобы ты мог быть опорой для общества посмотри на его детей и ты поймешь что им самим двигала когда-то только статус только вот красоваться вот сын пытается красоваться изо всех сил он не такой симпатичный каким пытаются казаться не харизматичны хотя папа харизматичного добрый парень хороший добрый парень но не более того а доброта передается от родителей да все передается от родителей а ты сказал про неуверенности и про уверенность когда ребенок теряет уверенность в себе это какой-то определенный момент в жизни в подростковом возрасте и как в этот момент родители себя вести как как поддерживать неуверенность неуверенность только родители позволяют в ребенке расти неуверенность а если они сами получаются практически все же не неуверенной в той или иной степени пока не пробудятся и даже с пробуждением это не уходит не уходят с пробуждением получается неизбежно все дети приходят в правом момент когда они неуверенными становятся вопросы что они с этим будут а чтобы ты советовал делать родителям и детям ну уж то что совсем да мы пони уже все родители написали что все вопрос отвечен все ответы сразу когда ты сказал что только от родителя все зависит как он себя развиваю тут украинская екатерина спрашивает формула успеха для девочки или мальчиков будет ли различаться давайте я сначала расскажу о своем отношении к школе я считаю что школа нужно конечно она нужна не такая как сейчас есть до 100 процентов но никто не мешает вам сделать ее такой самостоятельно то есть ребенок может учиться в обычной школе может при этом вы все оставшиеся можете давать ему дома вместе с ним давать ему задачи обсуждать с ним вы можете спрашивать что проходили как он к этому относится что ему интересно как он это понимает можете просить его объяснить вам что он прошел просто передать вам и уже немножко забыл напомни мне как корень из там не знаю 386 вычислить вот давай покажи как и все и садишься с ними учишься он пришел понятно когда он тебе объясняет он лучше понимают да трать время до этой инвестиции в счастливое будущее своих детей посидеть с ребенком часик поделать с ним уроки до обсудить с ним темы какие-то обсудить с ним историю географию обсудить с ним поговорить с ним немного на иностранном языке чуть-чуть если сам не умеешь будешь пытаться изобразить формула успеха немецкий манер когда у меня родители учили немецкий а я английский не могу тебе в ничем помочь вот этих репетитор на да потому что ну вот но может быть произношение не нужно но как бы вы можете нужно не знаю как в школах спрашивать у нас очень строго спрашивает произношение тоже столь за этому был поэтому масса audi очень большая часть урока было аудирование включали там наушниках сидели слушали пытались повторять за это расскажи еще немного про клад школы какой она ну про твои про твое да и как ты видишь такую какой должна быть что ли школой как ее сделать такой даже есть обычными первое я бы все предметы как бы прошерстил я бы прочесал все убрал бы все лишнее программу сократил бы вдвое но каждый предмет сделал бы проще но я бы не стану то есть давайте проще можно посмотреть кто из нас что помнят эти не будем скажем что вы помните из биологии ничего ничего зоология ну там то и тем более вот я израю больше зли из рыб потом до при смыкающиеся очень потом при смыкающиеся хордовые кто еще что помнит я больше помню когда ты говоришь про какие-то деревья или растения или про животных вот это я помню то есть получается геометрию я не буду спрашивать и математику тоже нет смысла физику нет нет смысла кроме формула энштейна вы ничего не помните химия что-то помните название только бензоловые кольца 1 валентин что это значит валентина 1 хлор на что такое хлор где мы встречаем его в жизни где ну из чего он получился в хлорке в лорке да что это известили что от как я думал это газ какой-то вот видите ваше познание каковы то есть из этого следует что ребенок запоминает только тонну как бы что связано с жизнью непосредственно а все остальное ты выучиваешь уже выбирая себе специальность и есть третий вид материала который для общего развития по нему не должно быть оценок для общего развития этом ну вот как раз мультики могут быть и твои беседы лекции где вы обсуждаете просто как чтение такое можно рассказывать ну скажем но это все должно быть на уровне все вообще в жизнь должна быть на уровне обучениями да на уровне чуть выше базового образования то есть вот понятно да ну примерно возьмем наверное седьмой класс школы это максимум что нужно за десять лет получить то есть все это нужно размазать на эти 10 лет и добавить жизненный момент нужно добавить психологию нужно добавить философию нужно добавить частью философии должна быть религовидении частью философия философия можно добавить, ну, наверное, в возрасте 15-16 лет, ну, наверное, последние пару лет философия с религиоведением вместе, всеобщий обзор. Также в 10-11 классе, да, или там в 9-10 классе нужны финансы, финансовая грамотность обязательно, урок там в неделю точно нужен. Ну, это то, что я бы сделал. Ну, то есть экономика и финансы, то есть ведение личных финансов, то есть умение копить деньги, умение зарабатывать, умение распоряжаться средствами, умение, там, не знаю, создавать компанию, например, изучать структуры существующих компаний, например, малая компания, чем отличается? Малый бизнес, предпринимательство, средний бизнес, большой, крупные корпорации, там, транснациональные корпорации, банковская система, как устроена, стоит ли брать кредиты в банке, какие проценты могут быть, почему, как, куда стоит инвестировать, куда они стоят, инвестиционные кейсы какие-то в 11 классе, уже можно объяснять. Нужен человек к жизни готовить. Вдруг он вот как бы его деятельность может быть связана с этим. Это и гуманитариям, тем, которые тоже полезны, да? Ну, это всем полезно, да. Ну, такая, это просто информация, которую стоит объяснять и с ней работать, но оценки по ней ставить не нужно. Просто финансовая грамотность. Если ты хочешь в итоге ее сдать, это финансовая грамотность, например, если кто-то желает оценку получить, чтобы потом поступить в финансовое учреждение, тогда он сдает экзамены в конце, например, да, там зачеты сдает, экзамены сдает и получает какие-то баллы, которые учитываются при поступлении при ЭГ. Когда ты ЭГ сдаешь, например, да, ты сдал там 250, другой 250, там, ну, условно, я не знаю, там, и тогда смотрят, а у тебя по финансово еще отлично стоит, да, ясно. Ну, тогда тебе приоритет дадут в поступлении финансово-экономический. Круто. А если это подготовка к жизни такой, более семейной, например, потому что мы из школы выходим. А хотите, получше бы я могу сказать родителям, не важно, как учатся ваши дети, вообще не важно, как они учатся. Да, потом просто к ЭГ пусть подготовятся, выучат все по всем этим предметам, что нужно выучить, где да, где нет, где, ну, как бы, где галочки поставить и все. Просто в конце их нужно помочь им, вот это все. Ну, нужно помогать. Нет, помочь, нужно просто выучить, просто проверьте их, помогите им. Как правила дорожного движения? Какая разница, учишь ты их или не учишь эти правила? Ты их, ты не успеваешь в первое время смотреть. Вот. Тебе нужно их зазубрить, как бы. Понимать их ты начнешь, когда будешь ездить. Ну, понятно или нет? Да. Здесь тоже потом перед ЕГЭ все выучат и сдадут ЕГЭ, и все. Как бы важно, чтобы по ЕГЭ получили высокий балл. Вот все, что я считаю. То есть максимально высокий балл по ЕГЭ, чтобы поступить. Все. Как учатся в течение года, да хоть на тройке учатся, если он ЕГЭ сдаст высоко, он имеет шанс поступить в университет. Да, так и есть. Поэтому пусть учатся, как хотят вообще. По мне, я еще раз говорю, пусть учатся, как хотят в школе, не дают никаких нужных знаний. По себе посмотри, если ты, как родитель, ничего не можешь из школы вспомнить, вот это значит, твои дети точно так же нуждаются в этих знаниях, в том, что ты помнишь. То, что ты помнишь, ты можешь сам сесть и обучить ребенка за пару часов по всем предметам и по русскому языку научишь, и по литературе научишь разбираться, как нужно там, что персонажи какие существуют. Там разбираться-то не в чем, в общем-то. Вот. Литературу я бы вообще, скорее всего, упразднил полностью. Правда? Да. А она не нужна? Чтобы было. Сериаловедение. Мое мнение, что нужно философию и литературоведению, сериаловедение объединить, такой вот предмет, который будет там два-три раза в неделю. Три раза в неделю. И он же будет какой-нибудь урок морали и воспитания. Объяснять будут какие-то моральные ценности, аспекты моральные. На разборе персонажей, например, сериалов, фильмов, известных, последних фильмов. Программа обучения должна, ну, то есть, преподаватель должен, ну, не аккредитацию получать, например, ну, как-то должен, ну, то есть, давайте так, то есть, у нас же есть онлайн всякие, связь, да, у родителей. Преподаватель может писать, ну, будем разбирать, например, на этой неделе вот такой-то сериал. Что вы об этом думаете? Мы хотим сериала вот то-то-то, например, да, для детей на примере сериала объяснить вот такие моменты. Или, например, еще что-то. Ну, он же свежий сериал, там, ты, у тебя в программе обучения его нет. Ты отчитываешься родителям, что происходит. Первое. Второе. В каждом классе должны стоять видеокамеры и родители со звуком, и родители должны иметь возможность зайти через приложение, которое написано для школы, через приложение, и посмотреть, что делает его ученик в школе сейчас. Понятно, да? То есть, каждый в классе стоит, то есть, человек смотрит, да, вот, ну, ты знаешь, что списание своих детей, зашел, посмотрел, твой ребенок сидит учиться. Включаешь звук, послушал, что они проходят. Вот. Или можешь посмотреть запись урока. Если ребенок пришел, потом, например, говорит, вот нам там-то на нас ругались. Ты открываешь запись урока и смотришь. И она, например, хранится неделю, да, эта запись там, или сколько-то, или архивируется потом, и, ну, там, год хранится, предположим. Понятно или нет? Да, да, очень классно. Вот. Просто какая-то камера в каждом классе. Это решит очень многие споры и проблемы. И учителя будут понимать, что за ними следят родители. Это тоже сейчас, пока общество не такое осознанное, это очень бы помогло. То есть, даже учителя, они сами ученики, а еще и учителя, чтобы... Это больше для контроля учителей. Что они говорят? Говорят ли они какие-то пропагандистские вещи, запретные вещи, или, может, оскорбляют как-то так, подсмеиваются над твоим ребенком, а он тебе не скажет, ему стыдно, а ты этого видишь. Ребенок расстроен, скажет, что расстроен, как-то там. Так зайдешь, посмотришь. А вот что делать, если у ребенка, например, конфликт с учителем, вставать на сторону ребенка или на сторону учителя? Надо выводить в сторону от конфликта, надо объяснять ребенку все как есть, честно, открыто, не поддерживать его конфликтность, но и не говорить, что он неправ. Ребенок не бывает неправ. Как это не бывает? Ребенок не бывает неправ никогда. Правда? И это нужно, то есть, родители нужно всегда, получается, иметь это в виду, что если у него есть ребенок, то он не может быть неправ, и всегда нужно к нему прислушать, прислушать. Он прав. Может, он нарушает правила, но это не делает его неправым. Ну, ему еще не привелись правила поведения, но это не значит, что он неправ, он действует исходя из своих ощущений, эмоций, чувств. Он прав, он действует согласно своему внутреннему статусу. Как же он должен в конфликт с собой вступить? Другое дело, что ему нужно научиться правилам, и вот здесь то твоя работа, ты должен объяснить, почему он должен делать не так, как чувствует, в чем смысл. В чем смысл действовать так, не как чувствуешь, да? Да. Да. И прийти и найти какой-то здесь баланс между чувствами и тем, что нужно. Ты так красиво объясняешь, я просто представила, какое бы было красивое общество, если бы все так жили? Какие бы были счастливые люди, здоровые и спокойные? Ну, я надеюсь, так и будет, я надеюсь, мы сможем создать такое общество, мы будем создавать. Я не знаю, у меня нет доступа к системе образования, но если у кого-то есть, я бы рекомендовал им подумать о том, что я сегодня предложил, убрать большую часть тем, большую часть, ну, даже какие-то предметы можно убирать, они вообще не нужны. Ну, вот, например, а? У родителей есть два отношения. Первое, сейчас говорят, программу очень как бы так подчищивают и убирают лишнее. Родители говорят, они тогда не будут ничего знать. Другие родители говорят, и так слишком много они проводят времени в школе, постоянно заняты, у них нет времени ни на что. То есть, как будто родители не угодишь. Ну, что-то детям ни на что время особо сильно и не нужно. Если дети не будут учиться, они будут заниматься всякой ерундой, компьютера, играть, еще что-нибудь. Да. То есть, по максимуму занимать вот как кружки? Дети должны занимать кружки, занятия, секции. Дети должны развиваться. И вы вместе с ними растет и развиваетесь. А если ребенок интроверт и не хочет, например, секции какие-то идти? Ну, замечательно. Пусть интровертит, читает, читает, еще что делать, не знаю, что он будет делать. Из бисера плетет. А? Из бисера плетет. Ну, из бисера плетет, медитирует, созерцает, ковыряет пальчиком в чем-нибудь. А медитацию нужно тоже объяснять ребенку? Показывать? Медитацию может быть в классе в 11 можно. А если родитель, например, начал слушать тебя, приехал на ретрит, получил это состояние, как ему этим поделиться с ребенком? Он уже делится, он счастливый. И он будет видеть ребенка своего красивым, разумным, добрым и будет видеть, что там, где он, ну, скажем, где-то были конфликты у них, ну, тогда в каких-то вопросах он будет видеть, что это все лишнее было. Конфликты могут пропасть после ретрита? По большей части пропадут. То есть человек уйдет к себе претензия, да, и тогда пропадет претензии к ребенку? Да. Такой механизм. Ну, так и должно быть. То есть каждый родитель в ребенке видит, как воплощение себя, и все, что он не достиг, он хочет, чтобы его ребенок теперь этого достиг. Ну, это и неплохо. Это неплохо. Вопрос, какой ценой? Если это ценой счастья ребенка, то не надо. Если ребенку это интересно, то почему нет? Но это все, что ты можешь дать ребенку. Если ты, скажем, был спортсменом, но не стал чемпионом, но хочешь этого, то ты можешь передавать этот навык ребенку? Он сам решит. Если он станет мастером спорта в 15 лет, дальше он сам решит, стоит ли ему быть мастером спорта по лыжам, там, не знаю, по теннису или почему-то еще там по борьбе. Либо ему изучать углубленную математику, которая ему всегда больше нравилась. Решит. А если ничего не хочет? Если ребенок просто отказывается? Такие дети не бывают. Не могут от детей, чтобы ничего не хотели. Дети всегда чего-то хотят. Сто процентов времени чего-то хотят. Если ребенок ничего не хочет, померить температуру. Потому что пока ребенок здоров, он все время что-то хочет. А если это смотреть тик токи или играть в игры бесконечно? А это значит, что ты точно такой же человек, а ничего другого в жизни не умеешь. О-о-о-о. Такое часто занимаются взрослые. Они тоже, они говорят, не сиди в телефоне, и при этом сами ты не выпускай телефон из рук. Я вот у меня вопрос уже, как бы я все время в телефоне работаю, и я уже для меня такой сейчас вопрос. То есть я сейчас, наверное, буду делать так, чтобы у меня в руках пореже телефон появлялся. Вот сейчас у меня есть, но я живу в доме, где есть рабочий кабинет, и я уже думаю, что пора мне работать в кабинете, уходить, а не в гостиной сидеть или там где-то. Чтобы ребенка не создавался образ такой, что... Ну, чтобы ребенок не видел, что папа, которого ребенок любит, сидит с телефоном все время. Работает там что-то или за компьютером, да, например, я за компьютером иногда сижу. Ну, вот я в кабинете поставил компьютер, и, наверное, там буду проводить время. Ну, правда, вот ребенок все равно приходит в кабинет и садится к тебе на коленки все равно. А вот, кстати, ребенок приходит, и получается, он с тобой участвует в твоей работе. Ну, пусть пока не интеллектуально, но как бы вот морально, да. А вот с какого возраста ты бы сказал, что людей можно допускать? Не, ну, я там не диктоки смотрю, на самом деле я работаю. Да, конечно, ребенок заглядывая ко мне в телефон, видит, что там какие-то просто каракули, ну, вот эти вот буквы, он же не знает, что-то такое. Ну, он видит, что там не видосики какие-нибудь, да, это туда. Ну, и в компьютере также у меня постоянно чаты открыты, он, нет такого, что там. Ну, или я же тут какую-то информацию читаю, которая нужна для работы. Там, типа... Вот, например, иногда родители хотят, чтобы их дети помогали им в их работе, начиная вот, ну, практически сразу, то есть они начинают их брать с собой куда-то или в поездке, если это какая-то вот там, я не знаю, с разъездами связано. Или вот, например, нас брали всегда на банкеты и выступления с четырех лет. Ну, где-то было очень хорошо. Дети вообще должны лет с семи, наверное, работать. Ого! Полную версию этого подкаста смотри бесплатно на артурсета.спейс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова